Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Папа Карло. В этом ролике мы рассмотрим несколько отрезных монтажных пил по металлу. Они отличаются друг от друга не только брендами, но и принципом действия. Доволтовская использует обычный, самый привычный всем абразивный отрезной диск. Зубровская работает с твердосплавным диском, специальным для работы по металлу. А у Штурма резко осуществляется с помощью ленты по металлу, которая перемещается на двухприводных шкивах. Зубр у себя на сайте показывает эту пилу в комплекте с диском и даже указывает его артикул. По факту она поставляется без него, и это очень важно, потому что в такой пиле диск составляет, ну, в некоторых случаях, до половины стоимости. Мы будем использовать диск от компании Метаба, который нам прислал Роман Харламов. Он подходит по параметрам. Это 355-й диск с посадочным 25,4 и специально как раз для металла разработанным. Мы связались с нашим менеджером в компании Зубр и нам сказали, что их диск будет в продаже доступен где-то до Нового года. Цены озвучить не смогли, но если ориентироваться на аналоги от компании Зубр, я думаю, она не будет превышать 5000 рублей. Конкретно этот метабовский стоит 12. Это весьма серьезная цена и по сравнению с более привычными 305-ми в этом диаметре у других брендов, это все же не самый топ, потому что те доходят до 15 и в некоторых случаях до 20. Да, прошу прощения за внешний вид доволтовской пилы. Она выглядит немного уставшей. Дело в том, что это моя личная пила, она уже немало поработала. Поменяла, перепилила там десятка три дисков, наверное, и отмыть ее уже нет никаких вариантов, поэтому принес какая есть. И теперь разберем техническое устройство этих пил. Оно примерно одинаково используется. Щеточные двигатели, редуктор. У абразивных кожух защитно облегченный, потому что особой травмоопасности диск не представляет. У твердосплавных всегда используется более жесткий закрытый кожух. Он бывает пластиковый, бывает металлическая, в зависимости от брендов. В остальном все то же самое. Станины, зажимы. Зажимы практически во всех случаях имеют механизм быстрой доводки. То есть это подвижная часть с элементом резьбы. Если его откинуть, тогда есть возможность быстро отодвигать, задвигать заготовку. Элемент с резьбой просто отбрасывается под собственным весом. Он прижимается к валу, позволяя задвигать быстро валу внутрь и не давая ему обратного хода. И дальнейшие заготовки, фиксации производятся уже с заворачиванием. То же самое у Деволта. И, если честно, только у самых дешевых, наверное, видел без вот этого вот элемента. Когда приходится каждый раз крутить, крутить, крутить без остановки, там простая гайка прихвачена. Но это у монтажа, которые стоили там под 7000 рублей. Для установки диска действия все те же самые, как на любом другом инструменте. Блокируете вал с помощью специального шпинделя, откидываете крышку, откручиваете гайку, набросили, завернули. То есть все стандартно, ничего необычного. Конкретно на этой пиле крышку надо откидывать. На других бывает доступ есть к гайке. Так как вращение идет у нас против часовой стрелки, то резьба стандартная. У этой пилы опорный фланис не просто на валу, а он представляет из себя прям выточенную заготовку. И я думаю, это сделано специально для того, чтобы уменьшить люфт и снизить рисков биения какого-то искусства диска. Потому что это очень важно. Сопротивление на нем, особенно при пилении под углом, может быть колоссальным. Леночная же пила, она отличается от дисковых очень и очень сильно. У них по сути единое, что это, принцип действия, что режущий механизм наклоняется. По-другому устроен механизм зажима заготовки. Требуется поднять заготовку выше относительно платформы, потому что надо куда-то прятать все вот это вот. Вот так здесь в этой пиле нижней точкой является режущая кромка диска, которая уходит сюда вниз. Тут же из-за вот этих двух шкивов нет никакой возможности полотно как-либо вытянуть, поэтому приходится поднимать всю заготовку наверх. И поэтому, на мой взгляд, прижимное устройство выполнено как-то что-либо на вид посерьезнее. Единственный минус, который сразу же обнаружился, если случайным образом его в таком положении до конца довести, закрыть, то его очень сложно выдвинуть обратно. Там, получается, пластина какая-то закусывает, видать, не позволяя сдвинуть заготовку. Приходится очень сильно колдовать. Нет никакого механизма, позволяющего ослабить всю эту систему. То есть поставили, зажали, ослабили, сдвинули. Это работает. Но если вы в ослабленном состоянии закроете его, причем с хлопком сильно до конца, выдвинуть обратно, будет очень-очень большой проблемой. Также эта пила от монтажных отключается присутствием регулировки оборотов. Для чего это сделано? При замене пильного полотна на какое-либо другое в плане зуба и разводки, можно обрабатывать также, например, древесину. Я не уверен, что вот этим полотном стоит работать с ней. Уж больно мелкий зуб. Я боюсь, что можно перегреть, потерять наводку. Но обороты регулируются, и металл я буду обрабатывать где-то на средних. В инструкции нигде не указаны рекомендованные обороты для металла, либо для древесины. Поэтому все придется делать полностью интуитивно. Также присутствует подсветка рабочей зоны. Это еще раз напоминает клиенту вот эта наклеечка. Но подсветка не имеет теневого указателя. Она находится сбоку от полотна и засвечивает с вот этой стороны. То есть при работе будет не совсем удобно видеть, потому что будет тень от полотна, но она будет смещена. И вы до конца, может, не заметите, куда вы настраиваетесь. Касаемо упора. Тоже такой момент. Его нельзя как-либо зафиксировать в открытом положении. То есть каждый раз при начале реза вам нужно будет, запустив пилу, отодвигать вот этот упор и тогда смещать ее вниз. Каждый раз, когда вы поднимаете, он соскакивает. Никакой пружины, которая будет поддерживать пилу, нет. Она под собственным весом не спадает. Кнопка также не фиксируется. То есть каждый раз надо держать ее рукой, каждый раз надо отодвигать здесь. И самое, что мне непонятно, зачем было выводить кабель питания сюда, на эту сторону. Да, он длинный, да, его в теории можно пропустить, куда-нибудь выбросить туда, убрать туда. Но спереди кладете заготовку. Каждый раз вам этот кабель здесь. Один раз промухали, забыли, накинули, вслепую начали работать, кабель потеряли. Бредятин. Вывели в ручку. Ну, не знаю, бесит. Может, я чего-то не понимаю, конечно. У монтажных пил все просто. Кабель находится сзади, он где-то там болтается. Если его подальше от линии реза, ты искр убираешь и об этом забываешь. Да, тут искр быть не должно. Если появились искры, значит, полотно вам уже пора менять, оно у вас померло. Цена его, как озвучили представители компании, будет равняться там не более 1200 рублей. Я пока не проверял его наличие на рынке, но говорят, что он полностью уж в продаже доступен. То есть с оснасткой проблем не будет. Для его замены вам нужно для начала ослабить ведомый шкив поворотом от этого рычага. Он имеет лишь два положения. Если вы не довели, он, вероятнее всего, отпрыгнет обратно, поэтому до конца его сюда поворачивайте. Это идет натяжение. Сейчас его опять в свободное положение поставлю. Вы скидываете ленту со шкивов, после этого вытаскиваете из направляющих подшипников. Установка также в порядке. Сначала накинули в пазы на подшипниках, после этого завернули, натянули на шкивы. В последнюю очередь повернули рычаг, и лента натянулась. Перейдем к резке. Первый покажу, как работает абразивное. И вообще, абразивное монтажное пило – это самое дешевое, что можно купить на рынке среди подобного инструмента. Ценник начинается где-то от 6000 за самые дешевые варианты, уже с 355 диском. В среднем где-то это от 10 до 15 не плавают. Ну и дорогие брендовые уходят вверх. То есть это очень дешево, но получается немного грубовато. Диск может уводить, в том числе и на этой пиле, как у меня уводят. И большой минус, что диск изнашивается, а у вас уходит глубина пропила. Это тоже очень такой неприятный момент. Из плюсов я халтурю, потом с колечком на 230-ю болгарку остаток перекидываю, и очень нормально он работает. Посадочник у них у всех 25,4, с этим можно не волноваться. А что-то не уводило, когда надо, я просто сюда подкладочку маленькую делал, полоску металла. То есть я заранее даю неверный угол заготовки, с расчетом того, что когда начнется вводить диск на внешнюю сторону, у меня получится ровное торцевание. Такая маленькая хитрость, но куда уж без этого. Прижимное устройство здесь тоже достаточно простое. И лимб хоть и виден, но я ему не особо верю. Я что сделал? Я по уголку вымерял, выверял, зарезал, находил точный угол. И после этого я просто чертилкой по корпусу самой монтажки несколько раз провел. И теперь мне достаточно, чтобы попасть, я отпускаю, не смотрю больше на лимб, я сам упор выставляю по этой начерканной полосочке. Но немножко облегчу себе работу. Да, еще часто покупатели замечают, что нет резинки, но у тех, резиночка вот везде же есть, а здесь на этой ножке нет. Ее здесь быть и не должно, потому что в отличие от других пил, здесь идет очень сильное искрение, нагрев, щиток откидывайте, все искрятят сюда, и резиновая ножка просто будет восплавиться и загораться. Поэтому здесь вот металлический упор, который чуть-чуть повыше. На остальных трех точках упора сами металлические ножки покороче, на них стоят вот эти вот резинки, которые будут гасить вибрации и колебания. А вот вибрация здесь будет очень и очень хорошая, вы уж мне поверьте. Вы видели, как она искрила? Мы решили все-таки выйти на улицу, не засырать в студию. Или уже будем там, потому что от них хотя бы искр нет, там мелкая стружка, а с ней уже разберемся. Продолжение следует... Сейчас мы еще отпилим квадратную трубу под 45 градусов, для того, чтобы вы увидели, насколько выводит диск. Это будет самый очевидный момент, потому что по кромке будет заметно, если рез прямой, она будет нормальный. Если при пилении под 45 диск уходил, то здесь будет визуально очень сильный угол. Самый такой наглядный пример, наверное, на круглой трубе будет. Труба 90, толщина стенки 4,5 примерно, ну как штангель показал. Если взять уголок поверочный, у меня есть пометочка, это самая верхняя часть реза. Это также видно, если сейчас ее развернуть и по фокусу направление, где я врезался, куда выходил, то есть следы видны. Вот так вот, если поставить уголок четко на эту отметку и опустить, то мы видим перепад примерно миллиметров в 3 или в 4 по угоду. Потому что абразивный диск, он как ни крути, он мягкий, а дисков я перепробовал в свое время множество. Остановился на Маките, потому что она лучше всех именно режет, она почти не оставляет зализанных следов, она всегда подрезает. То есть в этом плане диск самый лучший, но его ведет так же, как и остальные. Также это хорошо видно на квадратной трубе. Я ее резал под 45 градусов, она лежала, диск сначала вошел, потом сопротивление, диск начал выгибаться, выгибаться, уходить на эту сторону. Если посмотреть вот так, то увидите, какая это на самом деле жопа. Сейчас попробую уголочек примастырить. О, вот так. В теории остальные пилы должны лишены быть от их проблем, но напомню, это самый-самый грубый вариант. Она мне очень сильно помогла, когда я делал каркасный дом и с металла сваривал весь этот каркас под него. Там, в принципе, все вот эти проблемы обходились. То есть, когда совсем надо, я подкладывал, резал в основном с длинных труб, заранее их чуть-чуть загибал, резал, приблотыкал все, сварил все. Если вы будете делать более точную конструкцию, вам нужен более чистый рез. Сейчас попробуем другую дисковую пилу с пильным диском. Это, по идее, будет самый дорогой вариант, но вроде как, по слухам, самый именно идеальный. Посмотрим вообще, что это такое. Пилить я им буду здесь, потому что пиление это холодное, оно должно быть без искр. Здесь, кстати, что сделали, интересно, кожух защитный, он не откидывается, он прикручен на месте. Если на доволоке, например, да и на других пилах его можно было в сторону отвернуть, то здесь он жесткий. Упор примерно тот же самый, лимб читаемый. Заготовки. Начнем с того же самого квадрата. Ну или вообще, хотя бы проверить для начала. Возьму просто круглую трубу. И еще один момент. Несмотря на то, что диски по типоразмеру идентичны, это один дюйм у них в посадочном отверстии и 355-й диаметр, ни в коем случае нельзя их использовать не на том инструменте. Почему? Потому что идет разное передачное число в редукторе. На выходе, на валу, на пиле для пильного диска выходит 1500 оборотов в минуту, а на абразивном диске выходит 3800. И для резки металла, именно если это идет холодно-резка, то чем ниже оборота, тем лучше. На абразивном, наоборот, чем выше, тем лучше. И если поставить абразивный сюда, вы не получите никакого эффекта. Если поставить пильный диск на ту пилу, просто сожжите диск. Как уже неоднократно было. Если кому-то очень надо на той пиле более-менее постоянным диском работать, существуют карбидные, алмазные диски для металла, которые на металлической основе не меняют диаметр. Стоят ощутимо дороже, чем обычно абразивные, но зато хотя бы сохраняется диаметр. По факту люди на них тоже жалуются, говорят, что получается не очень чисто рез, что они очень сильно заминают металл. Ну, в целом, мягче, чем абразивная, но, по-моему, плавного пуска здесь никакого нет. Она дергает и все. КОНЕЦ 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 В ушах пищит. Во все стороны летит. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть, я видел несколько искорок. Блин, ну, по-моему, это очень ровно. Что мне очень понравилось у Зубра, у него в комплекте есть вот такая вот подставочка, которая закрепляется в свободном положении на упоре подвижной части его. Чуть-чуть все-таки жидковатый стол. Ну, добавили бы, не знаю, металл потолще, еще дополнительное ребро какое-то. То, что эта часть люфтит, люфтит сильно. За счет этого люфта труба круглая, меняется сопротивление, угол начинает выгибать столешницу. Но, раз предусмотрели вот эту штуку, мне кажется, надо было все-таки предусмотреть столешницу. Невероятно противные металлические пилки, я их очень не люблю. Они впиваются в одежду, в кожу, в обувь. Я уже и забыл, что при резьбе под 45 градусов может случиться недорез даже на диске, который не меняет диаметр. Все потому, что изменение угла смещает заготовку, момент входа диска в заготовку очень сильно. И здесь на станине имеются дополнительные отверстия. То есть надо всю вот эту систему упора снять, перекрутить, сместить. То есть в нашем случае ее надо сдвинуть сюда, ближе к центру, для того, чтобы вход заготовки, ну, контакт заготовки диска тоже сместился. И если работать с какой-то большой широкой заготовкой, тогда наоборот, можно ближе к оси наклона пилы перейти, сместить туда. Ну, в общем, сейчас буду перекручивать и дорезать. Хотя так уже видно, что он ровный, ну ладно, будем допиливать. И вот наглядно, недопил был, когда находился упор в среднем положении. И когда его переставил, сразу заготовка была доведена до конца. И вот как выглядит срез. Проверяем уголком. Но было очень грязно и все-таки достаточно шумно. Я, как не любитель резких звуков и особенно не любитель металлической стружки, ну, в такой вариант бы не рассматривал. Хотя для чистовых работ, сварочных, если вы делаете какие-то изделия, где важна, очень важна точность, то такие вещи, это прям режутся только такой темой. А теперь посмотрим, как работает ленточная пила, которая имеет по цене нечто среднее. То есть сама пила, как и эта стоит 22, так и ленточная стоит 22. Но здесь нужно еще диск за десятку, который нет-нет, у вас все-таки приходит негодность, надо менять. А вот в ленточке цена больше 1000 рублей, там немногим больше за саму ленту. Это очень недорого. Она, по идее, должна пилить без вот такой вот стружки. Там будут более мелкие опилки, которые, ну, не наносят такого урона незащищенным частям тела. В общем, ставим, смотрим. А, да, я забыл еще вам показать срез на круглой трубе. Вот метка, ставим на нее уголок, ставим сюда. Зацените. По 90 градусов, то есть это идеально прямой рез. Прям четкий. И, разумеется, тоже никаких заусенцев, ничего нет. Твердосплавный диск идеально вырезает металл. Гладенько, все четко. Так, ленточка, штурм. Я ее уже чуть-чуть пилил, поэтому уже знаю, что будет происходить. Все будет очень тихо, мягко и нежно. Вот один только момент. Лимб. Ребят, это жопа какая-то, а не лимб. Как тут что-то вообще понимать? Сейчас, если что, вроде как стоит 90 градусов. Вроде как. По факту неизвестно. Да его даже с днища перевернуть, если посмотреть. Он здесь более читаем, блин, по пресс-форме, чем с лицевой стороны. Указатель, да, вроде точный, сфрезерован хорошо, но он не попадает на хрен никуда. Если выставить его под 45, то никаких 45 градусов там нет. Будем пилить, проверять. Скорость на троечку, пускай будет середина, я так думаю. Оттягиваем этот странный неудобный стопор. Поставили. Ага, все, можно резать. Крезу готовы. Запускаем. И проверяем, что вообще у нас получилось. Небольшой ввод на внутреннюю. Это касательно наклона входа. Теперь посмотрим, был ли верен лимб. То есть поворачиваем меткой на центр. Ставим. Ага. Ну, не совсем-то уж и ровно. Так, ну, скорректировал чуть по лимбу, обратного угла дал. Точнее, вывел ближе к нулю. Попробуем квадратную трубу еще отрезать, что получится вообще. Пометку сделал. Вот по звуку, кстати, она слегка-слегка отцепляет. То есть, рез ровный. Если бы сильно уводила в сторону, то полотно бы либо отцеплялось, либо наоборот не касалось. Труба тонко, уголок проваливается своим этим. Ай, могу его проверить, уголок проваливается. Уголок нас перехитрил чуть-чуть. Там у него по центру с выборкой есть небольшая сфизированная. И он проваливается. Труба тонкостенная. Пришел взять обычный алюминиевый. Но видно, что я опять чуть-чуть не попал. Две попытки я давал этому станку, вернее, давал себе на этом станке подправить. Дело в скидку на то, что это все-таки значительно дешевле, чем вариант с твердосплавным диском, которым предъявляются уж точно высокие требования по поводу центровки и заготовки, по поводу угла, лимба и прочего. То есть, здесь подправил, подправил. И сейчас попытаюсь, при заявленном максимальном резе в 127, попытаюсь вообще отрезать трубу. Залезет ли она у меня сюда. А если не залезет, то я вам покажу, как еще можно с этой пилой обращаться, чтобы резать большие диаметры. И это вот по вертикали. Получается, она полотно нырнула на внутреннюю сторону. Идеального чистого реза не вышло. При этом он намного ровнее, чем рез на абразивной. И не дотягивает до реза твердосплавной. В принципе, так, насколько я знаю, на рынке они и позиционируются. То есть, подобного плана ленточная машина есть и более тяжелая, есть профессиональная, где используются полотна шириной около 50 мм, например, а не примерно 13, как здесь. Там, разумеется, и вес другой, но там и цена другая. То есть, напомню, еще раз напомню, что ее розничная цена около 22 тысяч рублей уже вместе с оснасткой. И оснастка отдельно стоит, там, производитель завил не более полутора тысяч. Хотел уже попрощаться, а вручную попилить, а под 45 градусов уже такой справился. Думаю, все ништяк. Так, берем, поворачиваем. Ага. Пытаемся угадать, где там 45 градусов. Не видим ни с какого бока вообще. Где 45? Хер его знает. Ну вот подойди с камеры, посмотри. Вот, если вам видно, вот здесь длинную черточку, которую вам не видно ни под каким боком. Вот эта собака. Вот, это длинная черточка. Это, по идее, 40 градусов. Вот за ней где-то находится отметка в 45 градусов. Где-то там, в неизвестности. Потому что вы ее не видите. Придерживаю пиву. Ну, вообще, по работе на абразивную надо очень сильно давить, иначе она не режет. Прям очень сильно давить. На твердосплавную надо слегка давить, там больше преодолевать сопротивление пружины. Здесь я даже, наверное, больше придерживал. Чтобы ее вес, так как никакой пружины нет, чтобы сильного ввода полотна не было. Ну, посмотрим. Сам рез, да, безусловно, он красивый, он такой чистенький. И проверяем. На внутреннем все-таки небольшой ввод по наклону есть. И в этот раз у нас увело уже на внешнюю сторону. То есть, никакой прямой зависимости внешняя, внутренняя нет. Куда потянуло, туда и потянуло. На внешней, на сороковой трубе у нас скос ушел, ну, где-то на миллиметр, может чуть меньше. То есть, это все равно намного-намного точнее, чем было сделано на абразиве. И все еще не дотягивает до твердосплавной. Так, теперь последняя, главная ее такая особенность. Это возможность, и это предусмотрено заводом изготовитель, на секундочку. Открутив вот эти вот винты, снять ее, просто взять в руки и работать ей на весу. В таком случае у нее будет самый максимальный рез. Это 127 на 127 миллиметров заготовку она может взять. То есть, грубо говоря, 120 квадратную профильную трубу ей можно будет отпилить просто вручную вот так. Ну, такой трубы у меня нет, я буду пилить что-то поменьше, тем более не хочу запороть это полотно. Вдруг что-то пойдет не так, но мы обязательно сейчас проверим. Блин, это было вообще быстро, а ну-ка, интереса ради. Ну, я все же немного кривоват, но, да, миллиметрики есть. Но я даже не размечал, просто взял, просто отрезал. Вон, да, видно где-то перепад небольшой есть. Тем не менее, резать очень легко. И что мне понравилось, это то, что, когда ты работаешь не при статичной заготовке, зажатой какой-то, да, когда идет воздействие оснастки одно. Когда есть возможность туда-сюда, туда-сюда немножко на заготовку воздействовать, режется намного легче, быстрее. Инструмент вообще никаких сопротивлений мух не испытывает, просто в лед. Раз-раз и отрезал. Так что в плане универсальности это, пожалуй, самый топчик. Ну, а на этом с вами попрощаюсь. С вами был Юрий, канал Папа Карло. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!